К эфиру присоединяется эксперт фестиваля «Зеркало будущего», режиссер, сценарист, продюсер студии «Союзмультфильм» Сергей Струсовский. Сергей, мы приветствуем вас в эфире «Тюменского времени». Мы первым делом спешим поздравить вас с профессиональным праздником. Вчера отмечался Международный день анимации. И вы знаете, если бы в этот день российские аниматоры могли бы попросить себе в подарок вот всё, что угодно и у кого угодно, что бы это было? Это была бы государственная поддержка, это было бы требование закрыть студию Pixar, чтобы конкуренции не было, или чтобы вот таких фестивалей, как «Зеркало будущего», возможно, больше проходило. Я приветствую всех зрителей «Тюменского времени» и поздравляю с праздником анимации. И считаю, что это праздник вообще всех людей, поскольку все любят анимацию, все смотрят фильмы, и не только в детстве. Поэтому с праздником вас, дорогие друзья. По поводу просьбы. Я думаю, что давайте мы вместе попросим совместно с «Тюменским временем» создать, например, в Тюмени центр анимации. Почему я об этом говорю? Потому что сегодня анимация развивается семимильными шагами индустрии анимации. И крайне не хватает кадров. Это очень интересная профессия, очень увлекательная. Аниматор может находиться с ноутбуком в любой точке земного шара, имея только интернет. И не обязательно для того, чтобы работать на самых больших студиях мира, и в Москве, и Питер приезжать, или там ехать в Лос-Анджелес. То есть нужно быть только профессиональным аниматором и иметь доступ к интернету, иметь ноутбук. Я думаю о том, что эта профессия сегодня может быть очень востребована. Поэтому нужно развивать такие региональные центры. На сегодняшний день огромное количество заказов по производству анимации, российской анимации, производится в Китае, в Индии, Корее, в Иране, ну где угодно. Это колоссальное количество рабочих мест, понимаете? При этом я должен еще отмечить, что Россия сегодня еще не входит даже в десятку стран крупнейших производителей анимации. Мы далеко позади, например, Южной Кореи. При том, что и Южная Корея, и Китай, и азиатские страны, там, в Индии, очень много приглашали наших специалистов для того, чтобы обучить их аниматоров и режиссеров. Поэтому, если у нас такие региональные центры будут, а Тюмень очень перспективный город, здесь талантливая молодежь, здесь много вузов, художественных студий, здесь создать этот центр, привлечь только профессионалов для обучения, и дальше аниматоры могли бы работать в Тюмени, в Тюменской области, живя здесь, а работая на крупнейших студиях. Вот я об этом хотел бы предложить, давайте совместно и попросим. Да, мы бы присоединились, да, присоединились. Сергей, хотим ваше мнение вот еще о чем узнать. Вот про президентский совет, там прозвучала мысль об отмене возрастной маркировки, в том числе на мультипликационные продукции. Как-то эту жизнь вашу сделает проще? Ну, в смысле, вашу, ваших коллег, аниматоров, мультипликаторов? Или для вас это не очень большая проблема, на самом деле? Вы знаете, аниматоров это мало касается. Ну, это в большей степени лобби телевидения и рекламодателей, потому что там нужно учитывать возрастную категорию. Анимация делается для либо детей, либо есть там авторская анимация, которая более для старшего возраста. Поэтому, ну, я безусловно считаю, мое личное мнение в том, что следить за тем, что ребенок будет смотреть, должны не только родители. Ну, это мое личное мнение, потому что, если все мы включаем без остановки и без, так называемого, ну, какие-то градации в возрасте, то на ком лежит ответственность, понимаете? То есть мы сегодня уже встречаемся с тем, что там ребенок посмотрел какие-то ненужные фильмы, побывал на ненужных сайтах и так далее. Мне кажется, что это не самая сложная и не самая большая проблема, которая существует в отрасли для того, чтобы отменять градацию возрастную. Скажите, Сергей, а заходит ли вот эта аудитория детская, ремейки советских мультфильмов, те, которые мы любили, вы любили, наши детки их любят? Лучше бы я задал этот вопрос вам, или точнее вашим зрителям. Конечно же, опять же, я могу говорить только о своем мнении. Я считаю, что любой автор, который сегодня прикасается к творчеству с периода советского времени, ну, поступает, может поступать не очень тактично, потому что по меньшей мере, ну, как мне кажется, я бы спросил, а можно ли у авторов, ну, если они еще живы, допустим, ну, может быть, не у всей группы делать подобные фильмы, как бы вы хотели? Наверное, да, мы продлеваем таким образом жизнь нашим старым фильмам, нашим старым сериалам, но в то же самое время к этому нужно относиться бережно. Если эти проекты получаются, если зритель их смотрит и на них благосклонно реагирует, тогда да, ну, почему бы нет? Нет, но я, как автор, к этому очень осторожно отношусь, и мне кажется, еще что есть, еще какой момент, что когда мы начинаем, прикасаемся вот к новому творчеству, мы создаем новое произведение, это всегда сложнее, чем попытаться, вот, кажется, есть персонажи, есть истории, и давайте мы их будем сейчас успешно продолжать. Это, кажется, такой очень легкий путь, но он и достаточно опасный, потому что всегда же зритель сравнивает, что было и что стало. Ну, конечно. Ну, в любом случае, последнее слово, мне кажется, за зрителем, поэтому давайте мы с вами спросим наших зрителей у Тюменского времени, как они к этому относятся. Мы обязательно спросим, и на следующем интервью передадим. Спасибо. Спасибо на видеосвязи со студии «Вечернего хэштега из Москвы» был эксперт и наставник фестиваля «Зеркало будущего», режиссер, сценарист, продюсер студии «Союзмультфильм» Сергей Струсовский.